Пройти всех врачей сразу, причем без очереди. В районе продолжается диспансеризация населения. Какие успехи в 122-й поликлинике? Елена Сабельникова расскажет. Консультации терапевта, офтальмолога, гинеколога за несколько дней и абсолютно бесплатно. Комплексное обследование в 122-й только с начала года успели пройти почти 2500 человек. По плану их в три раза больше. Воспользоваться услугой могут все жители Ломоносова, работающие и пенсионеры, мужчины и женщины. Главное, чтобы возраст участников диспансеризации был более 21 года и делился при этом на 3. Основная цель этой программы – выявление основных факторов риска. И по выявленным этим факторам ставится риск сердечно-сосудистых заболеваний на прогноз в ближайшие 10 лет и выявляется причиной смерти. Все, что требуется от пациента – просто прийти в поликлинику. В регистраторе сообщить о своем намерении. Оттуда направиться в кабинет доврачебной помощи. Медсестра оформит первичную документацию, измерит давление, а также рост и вес. Затем клиенту выдадут бегунок. В маршрутном листе будет указано, какие и когда требуется сдать анализы. И кроме того, какой специалист в какое время сможет принять. Набор процедур в зависимости от числа лет варьируется, очереди удастся избежать. Это конкретно время, выделенное на диспансеризацию. То есть не по номерку талон человек идет к врачу, а вот уже конкретно на диспансеризацию. Ну их не так много получается. Александр Васильевич в медучреждении гость частый. То сердце беспокоит, то спина. С докторами общается тесно. Тем не менее и он в ходе осмотров открыл для себя неизвестное. Прежде не посещал окулиста. Оказалось не зря. Все в порядке. Направили меня в кабинет. Я пришел, ну буквально там может минуту-две подождем, зашел. Все хорошо. Ложись и мне быстренько тут сделали глазное давление. Глазное давление оказалось как у девочки. Пенсионеры. Вот так категория людей, которым интересна диспансеризация. Молодежь и жители среднего возраста, как правило, менее активны. Между тем медики не устают повторять. Проверять здоровье каждому из нас следует регулярно. Предыдущий год уже показал. Наиболее распространенные заболевания горожан – артериальная гипертензия и диабет. Некоторые о них даже не подозревали. Милена Сабельникова, Николай Лобанов. Новости Петродворцового района.